Ежегодно в конце июля в Дивеево устремляются тысячи паломников со всей страны и ближнего зарубежья. 31 июля-1 августа там проходят торжества, посвященные обретению мощей преподобного Серафима Саровского. В этом году, по оценкам муниципальных властей, религиозный праздник посетят от 5 до 7 тысяч человек. Сейчас в селе идет подготовка к приему гостей. Возводится палаточный городок, который примет всех желающих паломников, которые традиционно предпочтают данные мероприятия ежегодно. Устанавливаются соответствующие палатки для проживания, подводится вся инженерная инфраструктура, будет построена вода, водоотведение, будет выполнено построены туалеты, душевые. Будет работать медицинский пункт и пункт охрана. Для паломников организуют горячее питание. Те, кто не был в Дивееве давно, сразу отметят изменения в инфраструктуре села, благоустройство набережной Вичкинзы, строительство юго-восточного и северо-восточного обходов. Транспортных развязок позволило улучшить экологическую обстановку. Транзитный транспорт сегодня не проезжает сквозь населенный пункт, а раньше его путь пролегал вдоль монастыря. Это и многое другое стало возможным благодаря реализации паломническо-туристического кластера Арзамас Дивеева-Саров. Построена большая перехватывающая парковка для гостей и паломников, которая примет всех желающих. Там установлены и мусорные баки, и наружное освещение, и биотуалеты. Но прежде всего я хочу сказать, что работа по кластеру направлена на обеспечение комфорта местных жителей. Все, что делается в рамках благоустройства, в рамках дорожного строительства, в рамках строительства социальных объектов, прежде всего это направлено на местное население. Сергей Кучин рассказал о планах по созданию музея Дивеевской игрушки. Уже в этом году начнется строительство Центра культурного развития. Есть планы по созданию мощного краеведческого музея. Кластер сегодня позволяет это сделать. Кроме того, глава рассказал о дорожном строительстве в Дивеевском округе. В этом году будет в июле-августе реализован проект капитального ремонта дороги от трассы нашей центральной, Арзамас, так называемой, на Арзамас, до села Ичалово. Это более 6 километров, инвестиции более 70 миллионов рублей. Также у нас более 12 километров в этом году будет отремонтирована наша центральная трасса, связывающая Арзамас и Дивеево по Дивеевскому муниципальному округу, по территории Дивеевского муниципального округа. Тоже огромная сумма средств выделена по данному проекту. Также при поддержке губернатора Нижегородской митрополии построят хорошую дорогу вместо грунтовой к источнику явления Богоматери в селе Кременке. На эти цели выделено почти 80 миллионов рублей.